Просьбы о помощи первыми слышат диспетчеры неотложки. Марина Фисечко 30 лет работала в составе бригады врачей и всего два года сидит у телефона. Теперь в обязанностях специалиста экстренно принять звонок, составить описание проблемы и направить машину по адресу. Бывает и кричат, и увольняют нас, и ругают нецензурно, и ложные вызывают. Конечно, хотелось бы большего понимания от населения, чтобы и уважали, и ценили труд. О буднях скорой, как никто знает Альбина Митюкова, старший врач. На плечи женщины ложится ответственность за трудовой день всего коллектива. Решение внештатных ситуаций, логистика, консультации сотрудников на линии. Говорит, работать на скорой очень сложно. Молодежь приходит, но мало кто задерживается. Зато те, кто остается, становятся фанатами своего дела. Это адреналин, то есть это чувство удовлетворенности от своей работы. Это здорово. И этим подпитываемся мы. То есть это самое главное, наверное, в нашей работе – видеть благодарные глаза пациента. Видеть, что именно ты своими мозгами, своими руками кому-то спас жизнь. В день медицинского работника сотрудники скорой помощи принимали поздравления от главы округа. Лучшим в своем деле Николай Рудь вручил почетные грамоты и благодарности Министерства здравоохранения, Законодательного собрания края, главы и думы округа, администрации Уссурийска. Без выходных и праздничных дней вы спасаете жизни людей. Вы видите, даже сейчас с мероприятия на работу. Ваш самодвижный труд заслуживает глубокого уважения, благодарности пациентам и их близких. Несколько свободных минут – роскошь для работников скорой помощи. Кто-то прямо во время торжественной части был на вызове. Кого-то отправили сразу после получения награды. Все без исключения спешили вернуться к своим обязанностям. Отдыхать здесь не положено. Промедление может стоить человеческой жизни. Анна Клыга, Антон Бойцеховский, Телемикс.